Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Всему виной циклон. Пока жители Нижневартовска старались запечатлеть июньский снег на видео, синоптики рассказали, когда белые мухи улетят из Югры. Пройдут по рекам и болотам. Уникальные вездеходы собираются в Сургуте. Вместо подарка минус на банковской карте. Расскажем, как мошенники обманули пенсионерку и какие новые методы используют аферисты. Мечты должны сбываться. Покажем, как югорские полицейские исполнили желание юного ханты-мантийца. Обо всем подробнее прямо сейчас. Прожиточный минимум в Югре увеличился на 10%. Такое решение принялись сегодня на заседании окружного правительства. Теперь эта сумма составит 18 625 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан это чуть больше 20 тысяч, для пенсионеров 16 тысяч, для детей 18,5 тысяч. Отмечу, все эти суммы берут во внимание при разработке и реализации региональных программ, а также для предоставления мер соцподдержки для жителей Югры. Кроме того, прожиточный минимум учитывается и при формировании окружного бюджета. Также Департамент труда и занятости населения в продолжении указанного решения предлагает увеличить на 6% фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа по категориям работников, которые не предусмотрены в указах президента Российской Федерации. Напомню, что с 1 января текущего года решением правительства автономного округа указанные фонды оплаты труда уже были увеличены на 4%. В Москве завершился форум решения социальных задач. В течение двух дней в столице страны чиновники и представители бизнеса НКО, специалисты разных профилей обсуждали, как сделать социалку в стране более человечной. На этом акцентировала внимание и губернатор Югры Наталья Комарова в своем докладе на пленарном заседании. Анна Шуркевич расскажет подробнее. Регламенты и правила нужно подстраивать под человека, а не наоборот. Об этом сегодня говорила губернатор Югры Наталья Комарова. На пленарном заседании форума решения социальных задач. Глава региона отметила, что в нашем округе успешно работают проактивные услуги и меры поддержки. То есть их можно получить без дополнительного заявления гражданином. При этом Наталья Комарова отметила, что граждане, которые чувствуют, что нуждаются в поддержке, должны ее получить. Цель соцработников найти способ удовлетворить запрос человека. Тогда, когда отказывают в силу несоответствия определенным показателям той или иной семьи в этом пособии, мы работаем сейчас над тем, чтобы предложить альтернативу. Какую-то дополнительную возможность поддержать семью, которая себя считает из той категории, которая нуждается в помощи. Я хочу обратить внимание на то, что это востребовано. И задачка состоит в том, чтобы вот эту востребованность должен в образом, не побоюсь этого слова, упаковать, чтобы люди действительно воспринимали это как помощь, поддержка, сопровождение. Не помощь, не поддержка, а сопровождение. Еще одной успешной практикой, которой поделилась губернатор Югры, стала работа плав-поликлиники. Югорчане, которые живут в отдаленных поселках, могут получить медпомощь узких специалистов, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Обращаю внимание, те регионы, которые с водой, на воде, есть такие транспортные возможности, что мы сейчас заказали лодку специальную, потому что в данном случае используем приспособленное судно, и оно уже устарело. Строим в Нижнем Новгороде лодку специальную. Добро пожаловать, кто хочет, присоединяйтесь. Чтобы вы понимали, это лучшие специалисты, и все стремятся попасть в эту команду, и очень любят работать над этим проектом, я имею в виду специалистов. Пленарное заседание было посвящено внедрению национальной социальной инициативы. В дискуссии приняли участие главы других регионов России. Таким образом, на пленарном заседании и форума они смогли обменяться своими лучшими практиками. Анна Шуркевич, Владимир Дадыко. Телерадиокомпания «Югра», Москва. Югорские семьи получают новые выплаты. Пособие можно оформить на каждого ребенка, если зарплата родителей ниже прожиточного минимума. Напомню, что в Югре это 18 625 рублей. Выплату могут назначить в трех размерах – 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Так, новое пособие смогут получать ежемесячно около 60 тысяч маленьких югорчан. Добавлю, подать заявление можно на ГУС-услугах, в ПФР или через МФЦ. В Нижневартовске появился новый социальный проект для особенных детей. Его реализует жительница города, чье предприятие производит пельмени под брендом «Те самые». На мастер-классе «Лепим сами» дети учатся лепить пельмени, знакомятся с традициями, а потом пробуют на вкус, что получилось. Подробнее о том, как проходят мастер-классы и о том, как выглядит сегодня бизнес супругов Дементьевых по производству традиционного блюда русской кухни, в сюжете моих коллег. Это Анна, это Влад, это Коля. А тебя как зовут? Меня зовут Виталий. Виталий? Очень приятно. Сегодня главные на этой кухне дети. Несколько минут и на большом столе появляются необычные пельмени – желтые, розовые, зеленые. Попили. Вот, и видишь, тогда получается. У меня уже второй пельмень готов. И все так залепли до самого конца. Скручиваем, как вареник. Берем, делаем солнышко. И получается супер пельмень. Детям интересно, нравится, плюс развивается мелкая моторика. Есть среди этих увлеченных поваров и дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам организаторов, такие мастер-классы помогают им социализироваться. Попутно специалисты рассказывают про традиции, и все это в форме игры. Здесь же пельмени варят, чтобы все смогли попробовать приготовленное блюдо. Для детей особенных нужно научиться себя обслуживать. И это очень такой сложный труд для родителей, что им приходится тоже этому обучать. Это тяжело. То есть, вот именно бытовая адаптация детей – это классно. Поэтому для таких детей я бы вообще призвала всех производителей к тому, чтобы они придумали такие мастер-классы и могли внедрять их в обычную жизнь детей. Социальный проект Татьяны Дементьевой появился как продолжение производства пельменей ручной лепки «Те самые». Оно зародилось три года назад. Сначала предприниматель закупала пельмени на Урале и продавала их в городе. Но вскоре поняла, что лучше лепить их самим. Это дешевле для покупателя и качество контролировать проще. Продукцию стали поставлять в местные магазины. В месяц предприятие выпускает две с половиной тонны продукции. Это пельмени, вареники, манты и хинкали по домашнему рецепту с тонким тестом и бульоном внутри. Самое главное – сохранить качество товара. И поэтому мы не торопимся за объемом, не спешим. Когда будет отлажено полностью производство, все производственные процессы, тогда можно будет еще дальше расширяться. Есть выделение субсидий уже на те затраты, которые были произведены. То есть на сырье, на оборудование. Продукцию предприятия оценили и эксперты. Компания получила знак «Лучший товар 2020 года» и сделана в Югре. Впереди большие планы и много задумок. Например, реализовать новые социальные проекты и поставлять свою продукцию не только в магазины Нижневартовска, Хантамансийска и Сургута, но и Мегиона и Лангипаса. Анастасия Кармалаева, Сергей Зайкин, окружная телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Особенному ребенку из Хантамансийска помогли воплотить в реальность нарисованную мечту. 13-летний Нур Саид из окружного центра хочет стать полицейским. Свои желания он выразил в картине и вместе с другими детьми с ограниченными возможностями здоровья принял участие в выставке «Я хочу нарисовать мечту». В результате мальчика вместе с мамой пригласили на экскурсию в окружное управление полиции. Здесь он познакомился с экспертом-криминалистом, узнал, какие инструменты помогают искать улики. Особый интерес у подростка вызвал магнитный порошок для выявления отпечатков пальцев. Он даже сам смог их обнаружить на специально подготовленном листе бумаги. А еще мальчик побывал в музее окружного ОМВД и прокатился на патрульной машине с госавтоинспекторами. Стражи порядка разрешили ему включить проблесковые маячки и поговорить в громкоговоритель. Мы выбрали не материальную мечту, а так называемую заветную, которую воплотить в жизнь достаточно сложно. Надеюсь, что сегодня нам удалось зажечь огонь в сердце и в глазах ребенка, в глазах его родителей. И мы надеемся, что этот проект в дальнейшем поможет особенным детям поверить в себя. К слову, добровольческий проект «Я хочу нарисовать мечту» существует в регионе уже пятый год. В этот раз свои творческие работы отправили 74 ребенка со всех муниципалитетов Югры. Югорский государственный университет налаживает международные связи. Накануне здесь состоялся телемост с Бакинской высшей школой нефти. В позапрошлом году пять студентов из Югры там закончили обучение в области нефтегазовой инженерии. И сейчас по программе обмена в Азербайджане учится один студент. Пары проходят на английском языке. Во время встречи сотрудники Института нефти и газа ЮГУ обсудили подобные программы обмена и для преподавателей, а также возможность введения пар на английском языке в Югорском ВУЗе. Стоит отметить, основным направлением для программы международной мобильности в ЮГУ считают Восток. Например, недавно университет участвовал в онлайн-конференции для абитуриентов из Китая. 43 ВУЗа России рассказали иностранцам об учебных планах и условиях проживания. Мы приглашаем абитуриентов именно на обучение на весь цикл. Допустим, бакалавриаты или магистратуры, то есть на все это время. То есть это не обменная программа. Но также есть и обменные программы, которые мы тоже хотим попробовать. Мы пытаемся развивать сейчас восточные направления, то есть Индия, Китай. Но так как наши ребята пока не очень вовлечены в это направление, они пока как-то так присматриваются. В первый месяц лета в Нижневартовске выпал снег. Осадки жители города заметили с утра и стали делиться фотографиями и видеозаписями в социальных сетях. Как отметили в бюро погоды, всему виной циклон. Он пришел с Диксона. И такая погода в округе сохранится в ближайшие два дня. Метеорологи ожидают мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса по Цельсию, а днем показывать уже плюс девять. Потепление обещают с понедельника. Напомню, до этого снег в Нижневартовске валил в мае. Накануне метель наблюдали в Сургуте. Но это еще не предел. Так, например, в самом большом муниципалитете Югры 3 июня 1958 года синоптики зафиксировали исторический максимум. Столбик термометра опустился на отметку минус три градуса. В 1966 году в этот же день было плюс 30 градусов. Уникальные лодки-вездеходы собирают в Сургуте. Югорчанин Алексей Горенкевич однажды не смог проехать к реке на рыбалку. Тогда мужчина решил сам собрать проходимую машину. 13 лет спустя в очередь за его вездеходами выстраиваются крупнейшие нефтегазовые, энергетические и лесодобывающие компании России. Сам Алексей называет себя и своих коллег чокнутыми, воплотившими в реальность невозможное. Почему для изобретателя недостатки его техники, как бальзам на душу, узнала Екатерина Нефедова. Несмотря на внешний вид и наличие колес, это лодки – машины, способные плыть не только по болотам, но и по рекам. А еще это дом, измельчитель, погрузчик и даже буровая установка. Все эти дополнительные функции были добавлены к вездеходу по просьбам заказчиков. Первые были геологи, потом подошли разведчики недр, имеется в виду те, кто делают изыскания, изыскатели. Мы им начали делать буровые установки, ставить тоже на наши машины. Потом пришли товарищи энергетики, которым тоже нужны были кроме вездеходов еще и мульчеры, которые косят деревья по длине электропередач. Потом подошли лесники, которым нужны были форвардеры, машины, которые перевозят бревна из леса. Эта машина называется «Форвардер», уникальная в своем роде, единственная во всем мире. Сургутская фирма получила на нее патент класса 1А, что обозначает мировое новшество. Десятитонная техника, еще и с грузом в 12 тонн, способна пройти по болотам и снегам. При этом снег она проминает всего на 20 сантиметров. Все благодаря большой площади соприкосновения. Выбраться из любой трясины или сугроба поможет функция раздельного подъема балансиров. Мы работали в Кандинском районе, поселок Мортка, там фабрика МДФ. И у них много очень делян. И была одна такая заброшенная, так сказать. Они не хотели туда загонять технику, потому что там очень плохие условия. Там было примерно 5000 кубометров леса, который они там готовы были оставить. Вот эта машина справилась с этим объемом в одиночку. Созданы машины Тром-8 специально для наших югорских условий. Морозостойкие, болото проходимые. Что примечательно, 99% выпускаемой техники используется у нас в регионе. В других областях России столь непроходимых условий нет. Неподготовленному человеку забраться в эту машину крайне сложно. Вы сами видите колеса высотой примерно метр, может даже больше. И всего две ступеньки. Давайте попробуем. В салоне довольно уютно и комфортно. И тепло, что главное, для сургутских морозов. Работать сургутские машины могут даже в минус 40. Причем производитель не рекомендует заводить эти троны на морозе. Поэтому эксплуатируют их с начала зимы и до конца весны, не заглушая движок. Как обычно это делается, насколько я знаю, технику просто не останавливают. То есть ее где-то в боксе запустили, поставили, все проверили, все работает. Выгоняют на улицу и она постоянно работает. То есть не останавливается. Чтобы всегда был процесс движения масла. Алексей Гринкевич рассказывает, его машины практически не ломаются. А если ломаются, очень легко чинятся. Причем Алексей с нетерпением ждет, когда заказчики и испытатели расскажут ему о недостатках техники. Ведь именно они позволяют постоянно улучшать машины. Они, конечно, изменились уже пару десятков раз. Менялись шины размером больше, больше, больше. Сейчас очередное изменение шины будет еще больше. Менялась грузоподъемность. Была сначала 750 килограмм, потом тонна, потом тонна 500. Скоро будет 2 тонны грузоподъемности. Больше всего изобретатель гордится тем, что его бизнес семейный. Ему удалось увлечь производством жену и старшего сына. Младший сейчас дает ЕГЭ, а позже обязательно присоединится к семье. Екатерина Нефедова, Владимир Гайнзе, телерадио компания «Югра», Сургут. Дистанционные мошенники продолжают обманывать югорчан и наживаться на их доверие. Буквально за сутки они пополнили свои счета почти на 2 миллиона рублей. Среди пострадавших пенсионерка из окруженной столицы. Женщина поверила псевдобанкирам, которые обещали ей денежный приз, якобы в честь дня рождения одного из банков. Аферисты завладели реквизитами карты, после чего сделали женщине подарок, похитив у нее больше 20 тысяч рублей. О том, какие новые методы обогащения используют преступники и как уберечь себя и своих близких от потери денежных средств, смотрите в специальном выпуске программы Антона Войтовича «Югра. Территория безопасности» в следующую субботу, 11 июня, в 17.15. А какую сумму вы потеряли? 8 тысяч. Почему люди все-таки покупаются на ловке мошенников? Ведь уже, по-моему, и СМИ, и полиция, и банки постоянно предупреждают. Мы представились будущим специалистом центра «Марка». Как не стать жертвой мошенников? Какие действия нужно предпринять, чтобы обезопасить себя от совершения преступления? В «Югре» задержали водителя с поддельными правами. На трассе в Нефтьюганском районе сотрудники ДПС в апреле этого года остановили отечественный автомобиль «Ладо Веста». Им управлял житель Нового Уренгоя. Мужчина предъявил стражам порядка водительского удостоверения. Подлинность его у инспекторов сразу вызвала сомнения. Документы изъяли и отправили на экспертизу. Как выяснилось, не зря. Права с открытыми категориями B, B1M оказались поддельными. Позже мужчина признался, что документы он приобрел 2,5 года назад через интернет за 15 тысяч рублей. А делом дознания ОМВД России по Нефтьюганскому району возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд. На трассе в Кандинском районе автомобиль столкнулся с лошадью. По предварительным данным, пожилой водитель ехал с высокой скоростью и не успел среагировать, когда увидел животное на дороге. В результате аварии мужчина получил травмы. Всего же за сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Также сотрудники полиции задержали 10 водителей в состоянии опьянения. Трое отказались от медицинской экспертизы. Еще один сел за руль пьяным не первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 46 человек. 35 нарушили правила перевозки детей. 150 килограммов живой рыбы спасли участники рейда против браконьеров в Нижневартовском районе. Сотрудники рыбоохраны, полицейские, а также общественники из числа рыбаков и студентов-экологов отправились на реку Вах в поисках запрещенных орудий лова и хозяев. Речь идет о сетях, с которыми трижды в год категорически нельзя ходить на рыбалку. Первый запретный период вот-вот закончится, второй начнется в августе и завершится в октябре. Третий длится с середины декабря до начала февраля. Все дело в том, что в это время разные виды рыб отправляются на мелководье нереститься. Тут-то их и поджидают преступные ловушки. И это не просто нарушение закона. Такими действиями браконьеры наносят ущерб природе. Впрочем, о частых рейдах во время запретов они хорошо осведомлены, а потому не показываются. Участники рейда пользуются случаем и снимают сети, выпуская на волю попавшуюся рыбу. Нам наступает ответственность либо уголовная, либо административная. Все зависит от тяжести совершенного проступка. Соответственно, статья 256 говорит о том, что если такое правонарушение совершено с применением самоходного плавающего транспортного средства, либо с причинением крупного ущерба на путях миграции, либо в местах нерестоводных биоресурсов, либо орудиями лова, которые могут массовое истребление. В этом случае наступает уголовная ответственность. Выявить браконьерство нежелательно, чтобы браконьерили в запретное время. Жители из Лучинска к идее переработки вторсырья решили приучать с раннего возраста. Воспитанники учреждения дополнительного образования приняли участие в сборе макулатуры и отработанных батареек. Это произошло в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В итоге детям удалось собрать тонну использованной бумаги и больше 160 килограммов элементов питания. Макулатура отправилась на переработку, а батарейки утилизируют по всем правилам. Ведь если их просто выбросить, они наделают много бед. Один элемент питания может отравить 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. К слову, участники акции, несмотря на малый возраст, о пользе, правильного обращения с отходами, рассказать могут много. Они приносят вред животным и убивают деревья. И всякие кустарники, и цветы, и траву, и все живое на свете. Более 100 тысяч югорчан проголосовали за проекты комфортной городской среды. Напомню, голосование за объекты благоустройства проходило в округе полтора месяца и завершилось 30 мая. Югра представила на выбор жителям региона 17 проектов. В основном это парки и скверы. Проекты победителей теперь могут рассчитывать на федеральное финансирование, а значит и скорую реализацию. Например, в Сургуте абсолютным лидером голосования стала спортивная площадка в парке за Саймой. Ее в качестве приоритетного проекта выбрала половина проголосовавших сургутян. Всего же в самом крупном городе Югры за объекты комфортной городской среды свои голоса отдали 25 тысяч человек. Впервые за историю этих рейтинговых голосований общее число проголосовавших в Югре составило более 100 тысяч. Это хороший показатель, но, конечно, это далеко не предел, как и для Сургута 25. Югорскую столицу осветят 7,5 тысяч умных фонарей. В июле в Ханты-Мансийске стартуют самые масштабные энергосервисные работы в истории Югры. Новые светодиодные светильники заменят устаревшие ртутные лампы. Эта модернизация сэкономит городу больше 40 миллионов рублей. Умные фонари прослужат окружной столице не меньше четверти века. Они смогут выдерживать экстремальные температуры, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Модернизация уличного освещения будет завершена в ноябре этого года. Новые светильники войдут в большую цифровую систему управления наружным освещением. О том, что югорчане активнее всего обсуждают в интернете, в нашей рубрике ЮГРА.РУ. Сургутская филармония объявляет акцию «Летом дешевле». Вплоть до 1 сентября на все культурные мероприятия для югорчан будет действовать скидка 10%. Отмечу, что летом посетители филармонии ждут литературно-музыкальные моноспектакли, концерты классической музыки, легендарных хитов рока, эстрадные выступления, выставки и многое другое. А билеты со скидкой на эти мероприятия уже можно купить в кассе или на сайте филармонии. Руслайн запускает рейсы из Нижневартовска в Тобольск и Екатеринбург. С 25 июня вартовчане смогут по субботам летать в Уральскую столицу. Уже известно, что из Нижневартовска по этому маршруту будут летать канадские самолеты «Бомбардье СЕРДЖ». Это семейство региональных реактивных самолетов. Время в пути до Тобольска составит 1 час 10 минут, а до Екатеринбурга 2 часа 55 минут. В Тургуте состоится приключенческая гонка «Маршрут выживания». 5 июня на лыжной базе «Олимпия» пройдет аналог культового шоу «Форт Бояр». В нем примет участие активная молодежь города. Отмечу, что программа гонки состоит из отборочного тура, проводимого в формате «Форт Боярда». В свою очередь в финал пройдут только 4 команды. Добавлю, что лучшую команду и призеров наградят кубками и медалями. Хоккейсты «Мамонтов Югры» раскрыли планы на лето. Готовятся к сезону подопечные Олега Таубера начнут уже через месяц в июле. После медицинского осмотра команда отправится на сборы в Курганово в Сыруловской области, а после примет участие в двух предсезонных турнирах. В конце июля «Мамонты» сыграют в Омске, а перед стартом очередного сезона попробуют свои силы на турнире в Уфе. Соперники станут известны позже. По традиции, подготовку с командой проведут и юниоры, которые в скором времени смогут пополнить ряды «Мамонтов Югры». Сейчас команда находится в отпуске, а многие хоккеисты с головой погрузились в учебу и сдают сессии. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok